Музыка 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 ни о чем, потому что нам нужно ситуацию стабилизировать. Мы реалисты, еще раз повторюсь, и отдаем себе отчет, и обещанием раздавать налево-направо болельщикам, либо лишь бы завоевать аудиторию, мы не будем. Мы отдаем себе четко, понимаем четко нынешнюю ситуацию, которая была ситуацией, и еще раз повторюсь, будет делать на этом акцент. В первую очередь, это стабилизировать ситуацию по всем направлениям. Работы клуба, структуры и спортивным результатам, о которых мы уже неоднократно говорили. Поэтому о будущем, надеюсь, мы поговорим в позитивном плече, но в будущем. Прошу прощения за павтологию. Хороший вопрос с точки зрения понимания болельщиков. Я, как я понимаю, лично сам, но, наверное, лично я, как руководитель, могу ставить только одну задачу, и мы о ней уже говорили, максимальную задачу, это победа в каждом матче. Но мы должны понимать, что с нашим цейтнотом в плане селекции и сбора команды мы, к сожалению, наверное, не смогли реализовать все те вещи, которые планировали или которые могли бы осуществить. Поэтому есть такое понимание, как глубина состава. И, к сожалению, если все будет хорошо, и мы подойдем к кубковому матчу без травм, без, скажем так, физической подготовленности команды, будет на уровне, не будет спадов в связи с нагрузками, потому что достаточно мало игроков, мы еще не до конца укомплектованы, вот, тогда, наверное, можно будет говорить о задаче максимума выигрывать и в кубке тоже, да, в каждом матче. Но, опять же, отдавая себе отчет в том, что может не хватить просто глубины состава, то тогда, конечно, тренер будет вынужден варьировать состав, делать ротацию и, скажем так, возможно, даже делать состав, проводить некое омоложение состава именно на кубковые матчи. Но это не снимает ответственности из молодых ребят, если это случится, подчеркиваю, ребята должны понимать, что, если им дается шанс или будет даваться шанс показывать свои лучшие стороны и качества, и в кубковых матчах это прямая дорога к тому, чтобы скрепиться в основном составе и на матче футбольной национальной лиги. Что касается инфраструктурных вопросов, то это, конечно, вопрос, интересный и, с одной, но с другой стороны вопрос достаточно болезненный, потому что уже неоднократно говорил об этом и могу еще раз повторить, что тот же стадион, к сожалению, со временем уже, на котором играет постоянно факел, центральный стадион профсоюзов, он уже не соответствует тем нормам, которым хотелось бы, для, в первую очередь, для болельщиков, для предоставления всех, скажем так, возможностей клуба, программ лояльности, для активации определенных вещей, связанных и с детьми, и со спонсорами и так далее, естественно, этот вопрос, он должен быть, наверное, решен и решен в ближайшее время каким-то образом. Есть еще вопросы, связанные с базой и так далее, но хочу обобщить и сделать более понятным для всех, клуб не является звеном, который управляет этой инфраструктурой. Клуб снимает в аренду стадион. Клуб вместе с руководителями стадиона попытается сделать все возможное, чтобы стадион, скажем так, немного видоизменился, и, по-моему, по определенным матчам, в последнем особенно, это уже видно, стадион приобретает такую форму более футбольной инфраструктуры, скажем так, и какие-то определенные нюансы, они еще будут дорабатываться в этом отношении. Но, к сожалению, могу констатировать факт, что, наверное, это не секрет, не для кого стадион, как минимум, должен претерпеть изменения с точки зрения реконструкции. Будет ли это сделано, это зависит не от клуба, я не могу ответить на этот вопрос точно. То же самое касается базы. Мы донесли свою позицию о том, что база тоже со временем уже пришла в негодность. Необходимо менять практически все технические, скажем так, вещи оснащения этой базы, начиная от котельной, заканчивая самим жилфондом, территорией, полями и так далее. В этом аспекте футбольный клуб может только высказывать свою позицию и свое мнение. Дальнейшие уже решения и возможности, в первую очередь финансовые, они, наверное, находятся уже в зоне ответственности руководителей области по определенным направлениям. Поэтому мы свое видение сказали. Надеюсь, что, насколько мне известно, на той же базе в Тенистом уже предусмотрена укладка нового искусственного газона. И, возможно, будет замена уже и каких-то вещей, связанных с котельной. Еще раз повторюсь, возможно, сделать такой глобальный ремонт в здании. Но еще раз повторюсь, это по срокам, по определенным проектам. Это вопрос не к клубу, это вопрос к другим, немного, скажем так, департаментам уже таким официальным, городским или областным. Клуб, в свою очередь, еще раз повторюсь, свои видения по поводу развития инфраструктуры, изменений каких-то высказывает. И, надеюсь, в будущем будет также доносить свою точку зрения, потому что клуб является точкой притяжения футбола. И в таком регионе, и клуб с такой историей, естественно, должен участвовать во всех процессах. Мы участвовать во всех процессах готовы. С точки зрения, а, в первую очередь, это деление опытом, б, с точки зрения высказывания, скажем так, своего видения, концептуального, в первую очередь. И если к нам будут прислушиваться и совпадут и финансовые возможности области, я надеюсь, что этот вопрос будет, не скажу, что совсем скоро, но в ближайшее время решен. Ну, вы знаете, что касается фан-шопа, магазина, продажи, реализации атрибутики, это совершенно правильный, нормальный вопрос. И каждый футбольный клуб, тем более с большим количеством болельщиков, должен обладать этим направлением и это направление развивать. Но, к сожалению, руки не могут дойти до всего очень быстро. И здесь основной аспект, опять же, который зависит от финансирования. Есть вещи, которые легли на клуб с точки зрения погашения прошлых задолженностей. Я надеюсь, в скором времени, как только мы стабилизируем ситуацию, если нам это удастся сделать, одним из первых пунктов это будет, конечно же, вопрос, касающийся коммерческого блока, в первую очередь, той самой атрибутики, которая должна присутствовать. На данный момент, насколько я понял, и за предыдущие годы у клуба не было ни магазина, ни возможности продавать атрибутику. Нет сейчас времени разбираться, почему это было, но могу сказать, что в этом направлении мы будем двигаться и пытаться развиваться. По крайней мере, какие-то, скажем так, официальные вещи, связанные именно с атрибутикой, они должны присутствовать, но, к сожалению, пока не решен вопрос глобальной инфраструктуры и стадиона, сделать в полном объеме это не получится. Нормальный флагманский клубный магазин должен присутствовать на стадионе, в футболе никто нового ничего не придумал для болельщиков, здесь не выдумка моя личная, это априори факт, который должен быть реализован. Удаст ли нам это сделать в ближайшее время, либо нет, мы посмотрим, надеюсь, что да, естественно, все эти вещи мы держим в голове, это и доходная составляющая клуба, в первую очередь, атрибутики, эти деньги можно пускать на развитие получаемые, но, по крайней мере, хотелось бы уйти от того момента, когда кто-то зарабатывает на бренде клуба, скажем так, а сам клуб в этом участии никакого не принимает. Все средства от официальной атрибутики клуба с официальным зарегистрированным логотипом должны в первую очередь реализовываться самим клубом. Поэтому в этом направлении, конечно же, нужно работать, и как только у нас появится время возможности, мы будем это делать обязательно. Очень хороший вопрос. В первую очередь, хочется, наверное, сделать... Не то, что сделать, а, наверное, не ответить, а спросить, наверное, в первую очередь, болельщиков. Но если так и было, почему этот уровень нельзя поддерживать и сейчас? Я думаю, что возможно. Я прекрасно понимаю, что последние годы результаты, какое-то состояние, закрытость клуба, особенно в информационном поле, оно повлекло снижение посещаемости. Снижение посещаемости. И это факт очевидный. Но надеюсь, что общими усилиями с болельщиками, в первую очередь, эту цифру мы вернем. Потому что полностью согласен, что и 2, и 3 тысячи для такого клуба, как «Факел», исторический, опять же, это не максимальные и далеко не средние цифры. Если нам удастся вместе с болельщиками, которых я призываю, приходить на стадион, болеть за команду, поддерживать ее периодически, всячески, мы сможем добиться средней цифры посещаемости за сезон в 5-7 тысяч, то это будет уже очень серьезный показатель для всех и всего футбольного сообщества, в первую очередь. Потому что только с помощью такого показателя посещаемости можно влиять и на все процессы другие. Это привлечение спонсоров, это увеличение действующих контрактов со спонсорами и партнерами. Как только они увидят, что посещаемость растет, со стороны болельщиков интерес растет, аудитория увеличивается везде, и на стадионе, и в информационном поле, и в интернет-пространстве. Конечно, это все напрямую связано с увеличением доходной составляющей клуба, а, соответственно, доходная составляющая клуба, увеличенная, влечет за собой автоматически развитие клуба с точки зрения его возможностей. Вот и все. Все завязано на одном. Поэтому предлагаю всем объединиться и начинать уже эту цифру, скажем так, эти нормы повышать. И ждем всех с удовольствием на стадионах. Сделаем все возможное, чтобы и команда радовала, и условия по нашим возможностям были приближены, скажем так, к идеальным. Поэтому еще раз отмечу вопрос, он хороший, соглашусь с тем, что 2-3 тысячи – это не уровень футбольного клуба «Факер». Вопросы правильные с точки зрения маркетинга клуба, но давайте так, я уже говорил где-то, придя в клуб, я не увидел даже позиции в клубе коммерческого департамента, директора, какого-то менеджера по развитию того же маркетинга и так далее. Но вы понимаете, все не так быстро. Естественно, если мы говорим о стабилизации, то в первую очередь давайте мы стабилизируем, попытаемся сделать так, чтобы ситуация финансовая, стабильной стала, чтобы клуб начал работать, активировать все свои возможности по общению с болельщиками. И если нам удастся, скажем так, хоть в каком-то сегменте получить дополнительную прибыль, то все это будет идти на развитие. И департамент коммерческий должен в клубе присутствовать, и определенные цели, задачи, KPI должны стоять и у этого департамента, в первую очередь. Отсюда, наверное, и глобальное слово маркетинга, которое применимо всем большим клубам. И мы к этому точно будем стремиться. И 100% все программы, в первую очередь, лояльности с болельщиками связаны, в первую очередь, со спонсорами, активностями спонсорскими, они будут сведены поедино. И вот этот общий блок единый, он, я надеюсь, в ближайшее время даст тот толчок необходимый клубу, который выведет нас на принципиально другой уровень. Что касается департамента, могу ответить еще и, наверное, шуткой. У нас, к сожалению, офис клуба не предполагает наличия на данный момент присутствия всех сотрудников из-за объема минимального рабочего пространства. Поэтому, дай бог, мы планируем в ближайшее время переехать и разместить сотрудников в более удобных условиях. И тогда постепенно, потихоньку начнется развитие всех направлений департаментов без исключения. Как уже я говорил, работа ведется по всем фронтам. Естественно, мы придержали как могли позиции, еще 2-3 позиции в клубе, в команде должны появиться. Селекционная работа ведется, но она достаточно осложнена теми вопросами, что просто мы пришли на рынок с опозданием, с большим опозданием. И тот сейтнот, который был, он не позволил, как я уже ранее отметил, реализовать все возможности. Конечно, мы ищем самые в условиях наших, еще раз повторюсь, реалии возможностей на данный день. Мы ищем самые, мы ищем самые, наверное, интересные варианты, которые могут устроить факел в этом направлении тоже. Естественно, атакующая группа, она уже присутствует. Здесь я прошу и поддержать молодых ребят. Это и Мазуров, и Пухов, и Коробкин, воспитанник Воронежа. Поэтому здесь необходимо немного терпения. Конечно же, мы хотим усилиться, но мы не хотим, чтобы это было сделано наспех. Это раз. Два, мы хотим, чтобы это сделано было более точечно, со всех позиций. Поэтому если нам получится и удастся реализовать все задуманное, а самая последняя часть на спринте, забега, она всегда самая сложная, я думаю, что мы в оптимальной форме подойдем уже, скажем так, к закрытию трансферного окна, команда будет сформирована полностью. Повторюсь еще раз, желание большое двумя-тремя позициями, и одна из них точно, совершенно точно должна быть направлена в атаку, скажем так. Это желание есть, и я надеюсь, нам удастся, не раскрывая сейчас карты, реализовать все задуманное. Знаете, что касается финансов, бюджета клуба, оптимального и правильного его использования, я не сторонник осуждать или говорить о том, что было раньше. Я вправе отвечать за то, что делается сейчас и за те средства, которые поступают в клуб сейчас от основного партнера ТНС «Энерго», с которым мы сохраняем, естественно, отношения, к чему мы очень рады и благодарны в первую очередь компании, за то, что клуб футбольный вообще существует. Что было ранее, я не сторонник, еще раз повторюсь, это обсуждать, нисколько я даже не сторонник, а сколько мне это делать тяжело, потому что придя в клуб четкого, сформированного бюджета, исходя из той суммы, которую мы имеем на данный момент, мы не увидели. то есть самого структурного, сформированного бюджета, постатейного, детализированного, как это и нужно делать в футбольном клубе и делать открыто, потому что и для партнеров, и для наблюдательного совета эти вещи очень важны. И в первую очередь единого, наверное, мы не увидели, поэтому обсуждать здесь нечего и наверное, в первую очередь болельщики должны оценивать со стороны как оптимально или правильно тратится бюджет клуба. Если какие-то активности присутствуют, начинают связанные в первую очередь с болельщиками, то они могут быть спокойны, что бюджет распределяется правильным образом, который идет на улучшение, еще раз повторюсь, инфраструктуры, на улучшение спортивной составляющей клуба, это естественно селекции и отбор той обоймы, которую мы себе можем позволить и всех активаций, всех программ, которые связаны с клуба, с работой с болельщиками. Если это со стороны еще тима, тогда, наверное, можно констатировать факт и в будущем, я надеюсь, болельщики смогут уверенно об этом говорить, что они чувствуют разницу. А давайте о том, что было ранее, забудем и перевернем как страницу прошлого, которое есть, но которую мы не будем обсуждать. Посмотрите, по поводу молодежного футбола планы могут быть грандиозные, академии можно строить, делать и так далее, но при наличии финансов. Если я скажу, что у меня есть это в планах, я не совру, скажу, что есть. Сможем ли мы это сделать как клуб полноценно и правильно в рамках современного развития футбольного футбола вообще целиком и особенно подготовки молодого кадра молодых резерва, ну, наверное, совру, потому что не могу дать гарантии, что это финансирование будет. У факела есть очень хорошее подразделение факел М, которое уже существует и оно должно использоваться, я считаю, более профессионально с точки зрения опять же футбола и с точки зрения взращивания кадров. Здесь можно говорить про все аспекты. Некий отбор из факела М уже произошел. Мы уже об этом говорили, что 3-4 игрока постоянно тренируются с основой. Два игрока уже получили право подписания. Один из них впервые вышел на последнем матче уже в основном составе. Это говорит, что мы за месяц уже провели какую-то определенную работу и показали, что это может работать вертикаль спортивная совершенно в другом и ином качестве. Если мы говорим глобально об академии, то, конечно, это впрямую связано с финансированием. Это необходимость новых площадей, инфраструктуры, полей, это необходимость средств, выделяемых на обучение детей, на подготовку более профессионального, тренерского состава. Это очень большие затраты. На данный момент мы имеем то, что мы имеем. Мы хотим все равно централизованно подходить к этому вопросу. Мы уже объявили на сайте и на всех источниках о том, что мы будем делать. Надеюсь, это войдет в практику. И это будет минимум раз в сезон проводиться некий селекционный, скажем так, назовем его селекционный сбор под руководством тренерского совета, проводимый. Тренерский совет возглавляется главным тренером основной команды. Тренерский совет будет по результатам этих сборов решать касаемо всех мальчишек города, всех школ, точнее, города и региона в целом. Это школы и муниципальные, это спортивные, это школы и частные футбольные школы. Могут любой ребенок по заявкам может приехать и поучаствовать в этом селекционном сборе определенных возрастов. Мы решили начать с 16-17 лет. Тех ребят, которых можно напрямую отобрать факел М. Это, наверное, та спортивная вертикаль, которую, если делать из года в год и проводить эти сборы из года в год, она сделает факел центром притяжения профессионального футбола в регионе, как и должно быть. И покажет всем мальчишкам без исключения вектор и направление, куда нужно стремиться и идти. А это футбольный клуб факел. И покажет, что эта вертикаль работает в первую очередь, потому что те ребята, которые получат шанс быть в факелем, за ними мы будем следить и будем развивать. Они получат шанс появить себя и в основном составе ФНЛ. А дальше уже только полет мечтаний зависит от профессионализма каждого мальчишки, подготовки и так далее. Премьер-лига, другие клубы, никаких ограничений в этом аспекте не будет. И вот этот формат нужно прививать и мы хотим его закрепить за факелом в регионе и в городе. Что касается вопроса очередей возле стадиона, давайте я отвечу двумя пунктами. Они очень интересны, но первый пункт для меня из практики, из опыта. Мы приглашаем всегда всех болельщиков приходить заранее, а не за полчаса до игры. Это, к сожалению, наверное, менталитет, сложившийся десятилетиями в России, когда люди сами приходят за полчаса, за 20 минут до игры и попадают в такого рода ситуации. Это первый пункт. Приходите раньше, приобретайте билеты раньше. Можно не приходить раньше. Можно совершенно спокойно купить на сайте билет, который не нужно распечатывать, а имея возможность на экране в телефоне показать штрих-код, об этом висит информация и на всех наших источниках, и указ стадиона пройти без очереди, не покупая билет в кассе, потому что электронный билет в современном, скажем так, обществе, он очень полезен, поэтому эта система и была внедрена, и она дальше будет развиваться у нас. Она очень полезна и помогает любому, наверное, на болельщику, которого мы рады видеть, в первую очередь сохраняя свое собственное время. Если же нет такой возможности приобретения электронного билета, то как минимум в ближайшее время мы с нашим, скажем так, контрагентом по этому вопросу, который занимается кассирами и обеспечением вопросов реализации билетов именно в кассах на стадионе уже проговорили момент, по которому мы надеемся нас услышали и в ближайшее время сроки пока назвать точно не могу, появится элементарно в кассах аппараты оплаты по картам, банковские аппараты, потому что я прекрасно понимаю, что по наличному расчету это вопрос времени, который затягивает этот процесс и из-за этого больше степени и организуются очереди, потому что нужно взять наличные, провести, отдать билет, найти сдачу и так далее и тому подобное. Я думаю, что эти два основных момента, это развитие продажи электронных билетов и появление в кассах как минимум аппаратов из банков и предоставление оплаты по картам, они позволят ну уже наверное в половину точно сократить эти очереди, которые есть у стадиона. Я поднял вопрос одним из первых, наличие больше возможностей площадей и кассиров на стадионе, но к сожалению мы упираемся в инфраструктуру, которая и в те условия, в которые клуб попадает и контракт, который клуб имеет со стадионом, который мы не можем изменить. Здесь эта тема еще раз наверное нас навлекает на мысль о том, что стадион должен претерпеть реконструкцию и все эти условия должны быть учтены и мы в свою очередь даже готовы исходя из своего опыта написать концепцию и проект реконструкции стадиона, если это будет необходимо. И что касается питания болельщиков? Что касается питания для болельщиков этот вопрос тоже наверное мы отнесем в область стадиона и его состояние. Нет возможности подведения грамотных профессиональных хороших точек питания под трибунах помещений к сожалению если стадион будет реконструирован то конечно же эти точки должны под трибунах в первую очередь в помещениях появиться но мы в свою очередь попытались сделать шаг в этом направлении тоже дабы людям было немного удобнее и появился хоть какой-то выбор мы запустили скажем так лоточников на стадионе на восточной трибуне ребята которые с лотками продают хоть элементарные продукты и элементарные вещи которые болельщику интересно во время матча купить приобрести к сожалению на данный момент это максимум того что мы можем сделать мы будем увеличивать их количество но опять же повторюсь без вопроса лишенного реконструкции стадиона и возможностей площадей которые клуб может использовать под это мы не имеем возможности что-то изменить кардинально непосредственно сейчас но могу пообещать что мы будем работать тоже в этом направлении и возможности какие-то изыскивать возможно что-то нам удастся придумать чтобы вопрос как наверное отнесенные к атрибутике правильно и питанию был решен по крайней мере бы нам этого очень сильно хотелось бы тоже спасибо спасибо